Мы сейчас вам расскажем сказку. Сразу предупреждаю, что сказка это не полная. Это только одна третья часть сказки. Поэтому закончится она, ребята, на самом интересном месте. Будьте к этому готовы. Кто захочет узнать, что было дальше, найдет в интернете или найдет в печатном издании и прочитает. Итак, мы начинаем. Верьте, а не верьте, а жил на белом свете Федот Стрелец. Удалой, молодец. Вот Федот не красавец, не урод, не рубен, не бледен, не богат, не беден, не впорчен, не впорчен, не впорчен, а так вамши. Служба у Федота, от балка до охота. Царю дичь да рыба, Федоту спасибо. Гостей во дворце, как семян в руце, один из Швеции, другой из Греции. Третий сдавай и всем жрать отдавай. Одному омаров, другому кальмаров, третьему сардин, добытчик-то один. Как-то раз дает ему приказ. Чуть свет, поутру, явиться ко двору. Царь, на лиц морочок, башка с кулачок. А злобности вьем, а громадный объем. Смотрит на Федьку, как язвенник на редьку. На Федьке от страха, на локла рубаха, в висках застучала, в пузе заурчала. Тут, как говорится, из сказки начало. Ты нам на утренний рассол привел ангельский посол. А у нас в дому за душки был, для душки там осол. Сореждая все братья в путь, да свистного нам дают. Зуховян, аритюропасту, а еще того-нибудь. Не смоешь? Того видеть. Я должен тебе-то видеть. Да сна все разжелать, ты уложиваешься ведь. Нечто я да не пойму, при моем-то приуму. Тянет лапчик, щик лидаю, соображаю, чтоб тяну. Чтобы ангельский посол с голодухи не ползал. Головы не пожалею, обеспечу из носов. Слово царя, лёжа сухаря. Пошлёт на медведя, пойдёшь на медведя. А куда деваться? Надо, Федя. Или дичь, и рыба, или меч, и дыба. Обошёл Федор. Сто листок, сто болот. Да всё зазря. Ни куропатки, ни белковя. Устал, нет мочи, да и делок мочи. Хоть вкусно с умой, а пора домой. Вдруг видит птица, лесная голубица. Сидит, натоится, ружья не боится. Вот несчастье, вот беда. Нету дичи и следа. Подстрелю-ка голубицу, хоть какая, да еда. Ты, Федор, меня не трожь, пульси в этом не на грошь. И кастрюлю не наполнишь, и подушку не набьёшь. То ли леший нынчеря, то ли воздух нынчеря, То ли в ухе приключился, у меня какой изъян. Не твори, Федор, тростой, а возьми меня с собой. Как несёшь меня в следлице, стану я твоей судьбой. Что за притча, не пойму. Ладно, лезь ко мне в суму. В данной месте разберёмся, Что куды и что к чему. Принёс Федот горлинку, к себе, значит, горинку. Сидит невесел, головушку повесил, И есть для кручины серьёзные причины. Не сладилась охота у нашего Федота, А царь шутить не любит, Враз башку отрубит. Сидит, ведут, печается, С белым светом прощается. Вспомнил про птицу, лесную голубицу. Глядь, а средь горинки, За место той горлинки, Стоит красно-девица, Стройная, как девица. Здравствуй, Федя, ты да я, Мы теперь одна семья. Я жена твоя, Маруся, Я супружница твоя. На тебя моя душа, Бег глядел бы не дышать, Только стать твоим супругом Мне не светит ни шиша. Был мне, но не чуть заря, На приёме у царя, Ну и там у меня царь задания, В смысле, значит, глухаря. И теперь не милю с дружком, Не топля за кружку, Завтра царь за это делал, Не оттяпает башку. Не мучинься и не хнычь, Будет ссор и будет дичь. Ну-ка встаньте предо мною, Тит Кузьмич и Фрод Фомич. Раз, два, три, четыре. Поняли, поняли приказ, Выполняйте сей же час. Не избойте сомневаться, Чай, оно не в первый раз. А царь с послом Уже сидят за столом, Лядом ты глянь, Советна, да нянька. И все ждут, Ответьте обещанных снегов. Какая ж беседа Бесынного обеда, А на столе пусто, Морковь да капуста, Укроп да петрушка, Вот и вся петрушка. Гость скучает, Барккорды скачает, Дыры на скатерти изучает, Вдруг, как с неба, Каравай-клебор. И крыль-воденька. Тушеная еденька, Стряжья лба, Трячья подрога, И такой вот пищи Название да тыщит. Приятного снега, Как-нибудь беседе. Вызывает интерес Ваш технический процесс. Так же у вас там Север-брюк, Стажерое, Памятный лес. Вызывает интерес Ваш питательный процесс. Так у вас там Сахарин, Альбрюк, Вызывает интерес Вот еще Так у вас там Ходят бабы, Антололык, Альбрюк, Пусть не снялся Хоть послал, Аль совсем послой ослал, Где бы что ни говорили, Все одно Светет баба. Ты опять свою дуду, Сам тюрьму, Имей ли дуду, Я ж не просто Молобой, Я ж ходить и беру. Я вторая вам подросла, Отдащи отнынь полувесла, Вот и мысли, Отдать бы будет Наша тража за посла. Да за этого посла Даже я бы не пошла, Так и зеркает подлюха, Чтобы стебриться в столах. Альбрюк тебе за шеи, Альбрюк тебе за шеи, Ты и так не распугалась, Сел за морских отношений, И динамией барон, Был хорош с всех сторон, Да ты тут не утерпела, А не слайму урон, Кто не мог, Надо ногу в торшем, Бросил доху, Вышел, Ты же формальный вредитель, А наявная душа. Вот ответ, Да уши, Да уши, Да уши, Царь твой барон, Был потрескать не сурен, Сурен его в бароне ставил, Отберет и у ворот. Ну, спи, Лунка, Дай этот срок, Убедет тебя, Мастроль, Тогда я был за две злобы, На свередителями срок. Вот ответ, Слов не тратит, Я те царевни буду собрать, Чай сама, Второй удалитесь, За него в худение раньше. Коли ты в России власть, Так и брать в России власть, А в мою судьбу не слойся, И в любовь мою не власть. Толь любовь и право зла, Так поручи посла, А бабу-то мне поправь, Так и брать в нашей-то здравой дела. Сколько ты несу доброт, Повторяешь вновь и вновь, Индивид имеет право На свободную любовь. Может, тело, наконец, И должно бы доколеть, Как вдруг меня со сватом Твою федотушка стреляет. Сын, дурака, Замолчи, Тебя вкурят по плече, Вот а маршрут тебе, Скрин-рисов, И сапфер журчее. Сын, дурака, Вылук у царя генерал, Он сведения собирал, Спрячет рожу в городу, И шасть по городу, Вынюхивает собака, Думающих и нахуй, Подслушивает разговорчики, А вдруг в стране заговорщики, Где чему слышит, В книжечку запишет, А всем в аккурат Солю на доклад. Солю на доклад. Солю на проклад. Аль и кроликongу порал, Аль и брана рожился, Аль и штракт принял. Был я ныне у стрельца, У Федорда удальца. Как узрел его супругу, Так и бракуился с стрельца. Третий день я нынью был, Сабля в руке не грел, А мечтательность такая, что и породы не поможет. А пошел меня в стрелец, а ведь знал, что я вдовец. Мы доведем, а эту драйв мне доставить во дворец. Умыкнуть ее не труд, да заводить больно крут. Как прознают, чья затея, позашок тебя сотрудник. Ты умолк с татрой дружать, во субботу, а не так. Если я должному министру объясняю, почему пустяк. Чтоб худого, бросая, не болтал народ зазря. Действует строй на поглотов, то бишь действует тихоря. Есть психическое. Целый день генералы ум в кулак собирал. Все кумеком в поте леса, как избавиться от стрельца. Да в башке мысли, а напряга с кисли. Столкнул, надо отсюда, оставить, погнуть. Бори и гекостинальный объект. Скажу, как в день, а нахуй умней. Вот так! Тут у нас один стрелец, шибкогработный стерлец. Вот и вышло мне задание. Калды баба, калды дед, трое сбоку ваших нет. Пусть баб злого, гроб сословый, прострелец, рам не дай ответ. Коль он так летит и скоба, что с царем вступает в створки. Пусть он завтра ему добудет, шибкозь золотом калют. Чтоб на нем была видна, как на карте вся страна. Ну а коль и не добудет, то добытчиков вина. Ай, табак, кай, дед, трое сбоку ваших опыта коллекций. Хоть вынает тебя из опыта, медистром во дворе. Полно, бог, не греши, убери из своих грошей. Я ведь это не для денег, я ведь это для души. Будет новая беда, прими пол, спеши сюда. Чай и мы в лесу не звери, чай поможет завсегда. Есть, мадам! Зовет царь-стрейца. Удалого молодца. И шо не дал задание, а усердит заранее. Руками стучит, ногами стучит, Очами вращает, в общем, стращает. Уж так ему охота извести Федота, Что аж напрямо в костях ломота. Раздопустим труд овер, чины золота в узор. На судах страдает дело, расчувись, а будет овер. Слушаюсь, Ваше Величество. Пришел Федор домой, от горя не мой. Сел в губолок, глядит в потолок, Ясной мощи слезой заволок. Маленький скричит, а он шею вычет. Ничего не хочет, супится да вычет. Ты чего сердит, как ешь? Ты чего не ешь, не бьешь? Али кашу-то каё, али студен нехорош. Да какая там еда, царь летует, прям беда. Нет на этого злодея ни управы, ни суда. Раздолбудь кричит ковер, что ты золотом узор. Чириной во всю Россию, сто лесов и сто озю. Не кручинься и не хнычь, пусть летуют старые кричьи. Ну-ка встаньте предо мною, тиху с меч и фрол по меч. Раз, два, раз, четыре. Коли поняли приказ, выполняйте сей же час. Не, в гости замливаться, чая, но не в первый раз. Наутро Федот у царевых ворот. Пришёл на приём и ковёр к приёмку. Стоит, улыбается, стража не пугается. Царь удивился, аж и кроль подавился. Злоба его точит, а показать не хочет. Делает взгляд, что вроде бы рад. Ты вчера просил ковёр, но так я его припёр. Всё согласно договору, и рисунок, и ковёр. Вся Россиюшка сполна, на ковре отражена. Сей ковёр тебе в подарок, всё-таки была моя жена. Ай да ухо, ай да хватит, да стойки же ты жена. Или ты со сводом сладок в целый тайский комбинат. Ай да вернишь и решёт взор, а не то в ковре улов. Ну так я его поднышка. Наис Бончин рассказал. Мне подарить тебе плетьми, четырьмя или петьми. Чтоб ты не издалялся на сурёжной любви. По-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по. Вот тебе педаль на лобку. И пошёл Латинов вон. АПЛОДИСМЕНТЫ Молодцы. АПЛОДИСМЕНТЫ Федот потом выполнял ещё разные приказания царя. И в конце концов он выполнил все указания. Стал сам царём. И с Марусей они стали управлять этим государством. Так закончилась сказка. А у нас роли исполняли царь Павел Ротов, Федот, Никита Комаров, Маруся, Екатерина Павлова, Царевна, Диана Иванова, Нянька, Анна Костина, Генерал, Виталий Корнилов, Баба Яга, Лиана Самсонова, Тит Кузьмич и Фроуфа Мич, Сандра Яковлева, Ианита Данилова, Посол из Швеции, Шеф Лерёмкин, Посол из Греции, Фёдоров Альфред, Два сковороха, Загидулина Евелина, Юлия Валерьевна. Спасибо вам за ту же встречу. Спасибо. Вот что значит бабушка. Ума на его.